Добрый день, друзья! С вами Константин Горбунов, и в этом видео я хочу пригласить вас на свой бесплатный вебинар «Множественные источники трафика». Этот семинар, аналог семинара мы проводили в апреле, и он был живой, пришло очень много людей, и все были очень-очень довольны. И многие ребята просили видеозаписи данного семинара, но мы решили пойти дальше. Мы решили провести аналог данного семинара, мероприятия в онлайне с ответами на ваши вопросы, ну и, естественно, раскрытие дополнительной информации, которую нужно еще дополнительно будет осветить. Также у нас будет Special Guest, это, собственно, один из моих учеников с наставничества. Он рассказывал кейс и на семинаре мы также несколько кейсов вам расскажем на вебинаре дополнительно. Плюс я расскажу некоторые очень интересные, я думаю, кейсы свои и своих учеников. Ну, а план вебинара вы видите сейчас на экране, давайте быстренько его обсудим. Сам вебинар будет занимать где-то около двух-двух с половиной часов, вот чтобы вы понимали. Первое. Это аналитика вашей ниши или либо нескольких ниш и вообще, что такое общее понимание объема рынка, сезонности, что такое конкуренты, как они влияют на рынок, что такое УТП, как его сформировать. И общая аналитика всего этого. Зачем, почему, от чего. Второе. Какие виды трафика есть? Потому что после того, как вы решили, определились с бизнес-моделью, вам в любом случае понадобятся первые клиенты для того, чтобы обкатать эту бизнес-модель. Для этого вам понадобятся различные виды трафика. Естественно, не под все ниши подходят просто там, например, контекстная реклама, определенный вид трафика. Нужно иметь в своем репертуаре большое количество видов трафика, понимать, как они работают, хотя бы просто понимать физику работы, для того, чтобы можно было их применять в одной нише, в другой нише применять другой какой-то вид трафика, ну и тому подобное. Третье. Виды таргетинга. Кто-то спросит, что такое вообще таргетинг и почему трафик и таргетинг. Таргетинг – это тот самый элемент, почему мы можем определять, для какой ниши подходит тот или иной инструмент трафика. Ну, нагона аудитории под ваши определенные желания. Потому что можно нагонять контекстным таргетингом, ну, контекстной рекламой, да, через ключи. Можно нагонять с помощью полувозрастной структуры медийным таргетингом. Можно брать таргетинг какой-то гео-таргетинг. И, собственно, еще около 15-20 видов таргетинга, которые все мы с вами опишем и попробуем собрать их воедино. Где какие лучше применять и на какие ниши это все лучше всего распространяется. Собственно, опять же, мы уже этот момент весь обкатали. Мы уже знаем, какие вопросы задавали на семинаре. И, естественно, все это мы подправили в вебинаре. Четвертое. Стоимость и временные траты на эти виды трафика. Потому что надо эти виды трафика собрать, настроить. Хотя вы уже провели аналитику и собрали бизнес-модель. Да, у вас есть уникальное торговое предложение. Но в любом случае нужно потратить время. Либо какие-то определенные финансы для того, чтобы настроить эти виды трафика. И мы поговорим как раз об этом. И, естественно, пятым пунктом у нас идет, какой необходим минимальный объем инвестиций в данные виды таргетинга. И когда они начнут приносить результат. Именно поговорим в разрезе окупаемости. В том числе периода окупаемости. И какой вообще результат можно получить. И шестой пункт, наверное, будет самый интересный для многих. Это аналитика множественных источников трафика. Как это происходит. По каким этапам это все происходит. Почему нельзя запускать сразу, например, не знаю, приходит крупный какой-нибудь интернет-магазин и говорит, я хочу запустить сразу все. И нормальный, адекватный любой маркетолог скажет, нет, все не надо запускать, надо запускать частями. Почему, от чего. Каждый вот этап мы распишем на кейсах. Я и еще Женя, это очень хороший мой ученик. Послушайте заодно его кейс. Очень поучительный, очень интересный. И, может быть, даже несколько кейсов, если Женя захочет вам несколько рассказать. Но, в принципе, у него в запасе всегда есть несколько тузов в рукаве. В любом случае, я расскажу, естественно, свои кейсы и расскажу, как проводится аналитика от А до Я именно по ним. Заодно покажу некоторые, наверное, такие интересные моменты, связанные с аналитикой определенных ниш, где были очень серьезные проблемы и на каких этапах они случились. И как из этой ямы можно вылезти. Вот такой интересный будет вебинар. Естественно, мы говорим не только о контекстной рекламе, мы говорим вообще о разных видах трафика. Потому что мы, например, в своих бизнесах, не только я даже не буду брать один пример, возьму несколько, там, не знаю, 5-7-10 запусков последних, которые мы производили. Естественно, мы применяли не только контекстную рекламу, как вы могли бы подумать. В общем, будет очень-очень интересно. Мы поотвечаем на ваши вопросы обязательно в конце вебинара, а может быть даже и в середине. Приходите, будет интересно. Продолжение следует...